Здравствуйте! Меня зовут Дима Ток, мне 7 лет. Сейчас мы с мамой будем показывать видео, как мы делаем новогодние шарики. Сегодня мы в этом видео покажем, как мы делаем вот такие красивые шарики. Они могут быть разного размера, большие и маленькие. Могут быть средними, вот такими. Делать их можно из разной бумаги, у нас есть из блестящей, можно их комбинировать разными цветами или делать однотонными. Они подойдут для нового года или для любого праздника. Сегодня мы хотим показать, как мы делаем такие шары. Мы хотим сделать шарик-подарок бабушке и возьмем для этого вот такую бумагу. Она фольгированная, блестящая, будет придавать нашему шарику красивый праздничный вид. Также мы будем использовать простые альбомные листы белые. Также вот такие возьмем блестяшки. Здесь у нас такие звездочки блестящие для украшения шарика наклеим. Можно использовать любые наклейки по вашей тематике. Это могут быть и новогодние. Можно вырезать какие-то аппликации, тоже наклеивать на шарик, украшать красиво. Мы покажем сейчас наш вариант. Итак, начнем. Для начала нам нужно сделать заготовки для шарика. Это должно быть 20 кружков. Мы берем бумагу, из которой будем делать наш шарик. Берем бумагу и будем с помощью циркуля или с помощью какой-то круглой формы, например, вот колокольчик, как у нас. Будем рисовать кружки, чтобы потом их вырезать. Обводим наш колокольчик. Всего нам нужно, чтобы получился такой шар, 20 кружков. Вот такие кружочки у нас получились. Вот мы решили сделать комбинированными. Несколько цветов взяли. Вот. И как я уже сказала, у нас еще есть пять таких белых простых листочков. На них у нас Дима будет писать по желанию. Вот. И мы их клеим тоже в наш шар. Вот. И один кружок я вырезала. Он нам будет служить в качестве лекала. Здесь нам нужно в этот кружок вписать равносторонний треугольник с углами 60 градусов. Для этого я делаю. Итак, вот такая заготовочка у нас получилась. И мы теперь берем кружок, перекладываем к ней нашу заготовку и по линиям стороной треугольника сворачиваем. Кружочек сгибаем. Дима, можешь попробовать тоже? А ты мне сделай точно. Вот такие вот получаются. Вот такие заготовки нам нужны. Вот все детали у нас подготовлены. Вот таким образом они у нас выглядят. Повторю, их всего у нас 20 штук. Из них пять у нас осталось белых. На них сейчас Дима будет писать поздравления. А тем временем можно начинать склеивать так называемую шапочку нашего шарика. Ты тоже будешь клеить, естественно. Итак, для того, чтобы склеить шапочку, мы выберем те пять деталей, из которых мы хотим ее сделать. Ну, допустим, это будут вот такие вот цвета. Два синих возьму, два розовых и один сиреневый. Так. А Дима у нас пока сидит и пишет. Вот такая шапочка у меня получилась для нашего шарика. И теперь я делаю нижнюю точно такую же часть. Также мы сделаем среднюю часть шарика. А я? Для этого, да, и ты тоже, мы будем клеить среднюю часть. Десять наших заготовочек мы должны склеить в одну полоску. Десять наших заготовочек мы должны склеить в одну полоску. Десять наших заготовочек мы должны склеить в одну полоску. Вот такая центральная часть у нас получилась. Вот, можно подождать, когда она слегка подсохнет, но нам некуда ждать, да? Мы теперь должны между собой эти стороны согнуть и склеить. Вот такая центральная часть у нас получилась. И нам осталось приклеить наши шапочки. И так, вот такой шарик у нас получился. Он у нас готов. С новогодними поздравлениями, пожеланиями, именной шарик. Вот, вы можете сделать любой шарик по вашему вкусу и усмотрению. Можете также вписать поздравления, пожелания. Можете вклеить аппликации. В общем, на вашу фантазию. А мы, наверное, еще что-нибудь вклеим. Да, вклеим новогоднюю наклейку. Вклеим какую-нибудь новогоднюю наклеечку. Да, как игрушка наклеит. Я думаю, что это будет хороший подарок. Держи. Итак, кому понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока. Пока. Надо не вмещаться.